всем привет сегодня мы будем шить конверт одеяла со съемным одеялком съемным утеплителем как его еще называют сначала мы будем шить беленькая одеялка внутренняя одеялка у нас будет размером 90 на 90 поэтому нам нужно вырезать из белой ткани 2 квадрата размером 94 на 94 сантиметра пошив будет такой же как обычного конверт одеяла если захотите посмотреть более подробно то я оставлю ссылки на то как я шила конверт одеяла также понадобится синтепон по погоде для начала как я уже сказал нужно вырезать 2 квадрата 94 на 94 один можно отложить внутреннее одеялко мы будем простегивать поэтому нужно сделать разметки утюгом размер квадратов или возможно полосок как вы будете простегивать зависимости от вашего вкуса и предпочтений я буду делать квадратики мы складываем сначала по одной диагонали ровненько так что все сходилось и проглаживаем сначала одну диагональ потом переворачиваем и проглаживаем по второй диагонали чтобы у нас были заглажены две диагонали вот так вот у нас наша посерединка получается теперь от этой диагонали нужно также отмерить линии которые мы будем проглаживать размер зависит от того размера который вы выберете квадратиков могут быть любые маленькие большие я сделаю большие квадраты по 33 сантиметра откладываем под серединке под диагонали 33 сантиметра и вот так закалываем булавочками то же самое дальше если например вы делали квадратики 20 на 20 то тогда бы отмеряли сначала 20 потом еще 20 и еще 20 то есть получилось бы больше разметка то же самое мы делаем другую сторону по диагонали и по этой диагонали то же самое мы отмеряем нужное нам расстояние нашего квадратика тоже закалываем булавочкой также можно воспользоваться исчезающим маркером и просто разложить ткань и расчертить потом уже прострочить и такой марки об этом сам раствориться сама исчезнет от пара для какой фирмы вы выберете вот так вот складываем наша булавочка складываем чтобы у нас диагональ шла ровненько так расправляем и проглаживаем такая разметка получается то же самое со всеми нашими квадратиками вот такая у нас получилась разметка теперь можно простегивать берем синтепон и отрезаем также квадрат 94 на 94 сантиметра либо если у вас такой синтепон что ткань сильно скользит то лучше перестраховаться оставить по краю пару сантиметров а потом их обрезать можно сразу простегивать все слои можно простегать сначала синтепоном а потом застрочить со второй частью я буду один слой простегивать синтепоном для этого мы сначала раскладываем синтепон и на него накладываем хлопок скалываем булавками по периметру и вот посередине так чтоб сильно не ездила и можно простегивать на машинке после того как мы скололи булавками можно простегивать начинаем и самых длинных наших полос то есть диагоналей на машинке ставим натяжение нити поменьше и длину стежка побольше чем обычно когда мы прошиваем синтепон немного туда проталкиваем помогаем нашему нашей машинке либо можно воспользоваться сжигающей лапкой растрачиваем не спеша чтобы не съехал синтепон таким образом мы прострачиваем все наши полосочки простегиваем так после того как мы простегали мы обрезаем с краев лишний синтепон выравниваем ложим это наша стежкой лицом вверх и накладываем лицом к лицу второй слой хлопка и скалываем булавками по всему периметру после простегивания нижний слой может стать немного меньше поэтому верхний слой хлопка может быть можно придется подровнять на сантиметр два в зависимости от толщины вашего синтепона после того как мы скололи по периметру булавками нужно прострочить по краю прострачиваем где-то на сантиметр либо на полтора я буду прострачивать на сантиметр по всему периметру и оставляем отверстия сантиметров 15 но как вам удобно чтобы можно было одеялко вывернуть и также там где будем оставлять это отверстие мы прострочим синтепон с хлопком чтобы потом когда мы зашивали чтобы у нас получился ровно аккуратно шов может у нас получилось наше отверстие застрочили в край и теперь по всему все на четыре уголка наши мы так срезаем под углом 45 градусов и доходя до строчки и можно выворачивать аккуратно выравниваем уголки можно воспользоваться палочкой они у нас были ровненькие теперь это отверстие через который мы выворачивали мы аккуратненько закалываем булавками и зашиваем либо потайным стежком либо можно в край прострочить на швейной машинке я буду прострачивать на машинке так как это внутренняя одеялко и неважно как она будет зашита у нас одеялко получилось по желанию еще можно прострочить по периметру где-то сантиметр два если хотите на этом внутренняя одеялко готова теперь нам нужно его аккуратно разложить можно прогладить и измерить размеры получившегося одеялко чтобы знать какого размера нам вырезать делать наш чехол размер моего одеялко получился 90 на 90 и плюс еще можно сантиметр прибавить дополнительно на высоту на толщину я буду шить из плюша наружный чехол и из хлопка и буду сшивать потайную молнию также можно сшить просто из хлопка двух слоев либо из плюша двух слоев потом этот чехол можно будет использовать как пледик для начала нужно вырезать деталь из хлопка размер моего одеялко внутреннего 90 на 90 плюс сантиметр толщина то есть получается 91 на 91 данном случае я буду сшить чехол наподобие пододеяльника то есть бельевым швом и поэтому припуски будут на пол сантиметр больше чем если бы мы шили например обрабатывая край зигзагом также можно точно также обработать на верлоке или зигзаге внутренние швы но надежнее и аккуратнее все-таки бельевой шов для чехла для пододеяльника так как он будет часто стираться я вырезала квадратик также 94 на 94 то есть получается к размеру 91 на 91 внутреннего одеялка я прибавила 3 сантиметра то есть это по полтора сантиметра каждому краю нижний край также прибавила полтора сантиметра при пуске так как я буду его подгибать вот таким вот образом чтобы тоже аккуратненько у нас все было и при частом использовании края не крошили не махрились так я уже сказала вырезаем квадрат 94 на 94 и вот этот нижний край или боковой как вам удобно где вы хотите чтобы у вас находилась молния мы сначала подгибаем на пол сантиметра потом на сантиметр что было проще я сначала отложу пол сантиметра и проглажу и потом на сантиметр и еще раз проглажу не так удобнее вот мы прогладили и теперь по краешку вот здесь вот на знакомом расстоянии от края можно ширину лапки либо на сантиметр растрачиваем здесь вот по краешку я буду прострачивать на ширину лапки так вот у нас получилось если нужно еще раз проглаживаем теперь берем плюш я буду этот край который вот тут мы обрабатывали чтобы не обрабатывать на плюши я специально взяла край с кромкой либо можно его обрабатывать работать на верлоке либо строчкой зигзаг либо строчка имитирующая оверлок если его подворачивать то получится очень сильно большой слой да не очень удобно поэтому лучше все таки выбрать край с кромкой он не осыпется и очень удобно поэтому мы измеряем размер нашего хлопка либо просто накладываем лицом к лицу и вырезаем такой же квадрат как и здесь только так чтобы вот эти вот слои у нас эти края скром который нас здесь громко и здесь этот нижний слой нижний край чтобы они были одинаково вырезаем такой же квадрат из плюша теперь мы складываем вот таким вот образом лицом наружу вот наш нижний слой здесь громко и скалываем частенько булавками будем прошивать по трем сторонам нижнюю мы не трогаем только по трем сторонам растрачиваем где-то на пол сантиметра так я уже сказала по трем сторонам кроме вот этой вот нижней где мы обрабатывали края вот так вот у нас получилось все вот это вот лишнее по краям если что то есть мы срезаем и также срезаем вот эти вот уголки верхние уголки внизу вот эти вот уголки слегка я тоже чуть-чуть срезаю чтобы они меньше были видны и выворачиваем наизнанку аккуратненько выравниваем вот эти вот уголочки и теперь нужно прострочить если мы прострачивали на пол сантиметра то нужно либо на 0,7 либо на сантиметр прострочить тоже по трем сторонам это мы пока не трогаем так вот складываем разравниваем шов вот этот можно заколоть булавками если у вас плюш будет скользить можно не закалывать я буду так строчить я постепенно буду расправлять шов чтобы это вот края не было видно на лицевой стороне я прострачиваю на ширину лапки вот что у нас получилось с этой стороны у нас вот такой шов смотри вот такой очень красивый аккуратный пельевой шов теперь нам нужно вшить молнию я буду вшивать потайную нам не размером 30 сантиметров для этого мы берем складываем молнию пополам таким образом и то же самое здесь мы складываем пополам аккуратно все выравниваем все швы и тоже рисуем над на хлопки и на плюши там чтобы у нас были серединке теперь мы раскрываем и прикладываем лицом к лицу лицо у нас где вот этот вот замочек на потайной молнии вот это вот штучка это изнаночная сторона лицо вот где собачка прикладываем лицом к лицу вот к этим отметинам нашим и прикалываем либо приметываем вручную мне удобнее прикалывать так чтобы у нас был край краю я пристрочу сначала одну сторону а потом прикалю и пристрочу вторую буду я пристраивать специальной лапкой для пришивания молнии есть специальная лапка для потайной молнии есть удобнее лапка которая есть с двух сторон такая для молнии это шла в комплекте с машинкой поэтому она его не покупала молнию я прикрыла чтобы не было удобнее пришивать так как лапка не очень это удобно и прикладываем нужно прошивать так потайную молнию чуть-чуть вот отгибая вот эту вот часть чтобы строчка проходила под вот этим вот под этой молнии чем ближе там строчка будет тем незаметнее будет молния если у вас есть лапка для пришивания потайной молнии то она сразу фиксирует вот эту вот штучку эту молнию и молния получается идеально ровно пришитой я прострачиваем совмещаем чтобы край молнии край нашей ткани были одинаково расположены не смещались страчиваем так до самого конца и и и и и и и и и открываем молнию и прикалываем ее к вот этой стороне плюшевой точно так же лицом к лицу и совмещаем наши метки и 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 с и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь можно проверить нашу молнию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выворачиваем. Все, молния закрывается. Теперь можно застрачивать этот наш шов. Молния у нас должна быть открытая, чтобы можно было вывернуть. Мы складываем вот таким вот образом. Прикалываем наши, совмещаем наши края. Все расправляем. Скалываем булавками. Здесь. Наш нижний, низ одеялка нашего. Вот мы скололи. Теперь нам нужно прострочить где-то так, чтобы не видно было вот этого шва. Где-то может... Я прострачивала на ширину лапки, значит, можно прострачивать на сантиметр, либо чуть-чуть больше. И прострачиваем до замка, где замок у нас начинается, эти молнии. Прострачиваем еще на сантиметра полтора-два. И потом молнию мы не застрачиваем. И также полтора-два сантиметра, где молния, мы начинаем. И до самого конца. Я подвинула иглу в левое положение. И буду ориентироваться на лапку. И полтора-два сантиметра прострачиваем там, где молния. Если лапка по замку не идет, то можно опять же поменять лапку для пристрачивания молнии. И будет немного легче. Когда мы прострочили, можно выворачивать наш пледик в одеяльник. Уголки мы аккуратно выравниваем. Можно прогладить наше одеялко, если оно помялось в процессе шитья. Со стороны хлопка. Плюш гладить нельзя. Вот так вот у нас получилось. Молния, конечно, немного видна. Так как у меня не получилось с такой лапкой, чтобы было в край самой молнии. Вот так вот это выглядит. И теперь можно в наш пододеяльник вставлять наше белое одеялко. Вот мы вставили наше одеялко. Получилось такое отличное, мягкое и удобное одеялко практически. Зимой можно вставить любой наполнитель, двухсотый, трехсотый. И потом, например, когда тепло или у кого дома жарко, или на лето, весну, можно просто вытащить внутреннее одеялко. Постегнуть и будет очень мягкий, уютный пледик. Одеялко также заворачивается конвертиком. Только надо смотреть, чтобы молния не была рядом с личиком ребенка. Может поцарапать. И можно завернуть наше одеялко нашего малыша. Осталось только сделать резинку и бантик в виде подушечки. Теперь будем делать бант на резинке. Начнем с бантика, с подушечки. Для этого нам нужно вырезать либо один кусочек отрез ткани размером 32 на 52, либо два отреза 32 на 27 сантиметров. И также вырезать слой синтепона. Можно вырезать два слоя синтепона. Если синтепон тонкий, можно, если синтепон потолще, вырезать один слой. Также размером 32 на 27 сантиметров. Мы складываем нашу ткань, в моем случае это плюш, лицом к лицу. Аккуратно выравниваем края и скалываем булавками по всему периметру. Чем чаще сколоть, тем будет лучше. Потому что плюшен скользкий материал, очень сильно съезжает, поэтому лучше его часто сколоть. Теперь прострачиваем на ширину лапки, либо на сантиметр, по всему периметру и оставляем в серединке место, чтобы вывернуть. Вот так вот у нас получилось. Срезаем лишний синтепон по краям. Также, чтобы синтепон, когда мы будем зашивать, не съезжал, можно было аккуратно зашить. Вот этот нижний слой синтепоном мы по краешку прострачиваем. И так же срезаем уголки. Если вы из двух частей делали, то по четырем сторонам. Если из одной части, из одного отреза, как я, то только вот эти уголки. Теперь можно вывернуть подушечку. Аккуратно выворачиваем, чтобы не порвать. Равниваем наши уголки. Аккуратненько закалываем в наши отверстия и зашиваем потайным стежком. И на этом подушечка будет у нас готова. Теперь сделаем петельку. Для этого нам также понадобится отрез ткани. У меня это тоже плюш. Размером 22 на 12 см. Вы можете в ширину взять поменьше, либо побольше. Зависит от того, как вы хотите, чтобы у вас была петелька. Какого размера хотите, чтобы была петелька для банта. Также понадобится нам липучка. Складываем так же лицом к лицу. Скалываем булавками, чтобы наш плюш не сместился. Прострачиваем по всему периметру. И прострачиваем здесь вниз и одну длинную сторону. То есть одну короткую и одну длинную. Вот так вот у нас получилось. Срезаем вот этот уголок нижний. И выворачиваем на лицевую сторону. Выравниваем уголки с помощью палочки. Теперь нам нужно пришить липучку. Этот край, который у нас открытый, срез. Так вот подгибаем. Где-то может на ширину лапки, на сантиметр получится. Прикладываем нашу липучку. Вот таким образом мы пристрачиваем липучку, а потом лишнее срезаем. Можете для начала приметать, чтобы легче было. Можете для начала приметать, чтобы легче было. И срезаем лишнюю липучку. Также еще лучше подрезать эти уголки, так как они остренькие, чтобы не царапаться. И теперь с противоположной стороны переворачиваем и здесь пристрачиваем таким же образом вторую часть липучки. Вот такая у нас получилась петелька на липучке. Очень удобная. И теперь нам осталось сшить саму резинку. Для этого мы берем полоску шириной 12 сантиметров и длиной от 90 до 100 сантиметров. У меня примерно 95-96 сантиметров получилось. Лучше брать цельную полоску, но у меня, к сожалению, не получилось. Я соединила два кусочка таким образом и разутюжила шов. Так, мы складываем нашу полосочку вот таким образом лицом к лицу. Можно сколоть булавками, можно сразу подстрочить по длинной стороне на полсантиметра, на ширину лапки, либо на сантиметр. Теперь выворачиваем на лицевую сторону при помощи булавки. После того, как вы вернули, нужно прогладить нашу полоску. Можно заутюжить шов либо так вот на край, чтобы он был с краю, выровнять и заутюжить. Либо, чтобы был посерединке. Аккуратненько выравниваем шов, чтобы он у нас внутри был на одну сторону. То есть, если он смотрит на правую сторону, то есть по всей длине должен в эту сторону смотреть, чтобы не было перекосов. И аккуратненько проглаживаем всю нашу полосочку вот так. Когда мы разутюжили, берем резинку. У меня шириной 3 см. Да, 3 см. Можно 2,5-3 см. Так, чтобы она, главное, чтобы влезла в нашу полосочку. Берем булавку также. Продеваем нашу резинку, нашу полосочку. Продеваем, чтобы эти края у нас не до конца, точнее, передеваем не до конца, а так, чтобы вот эти края у нас можно было застрочить. Располагаем нашу резиночку ровненько посередине. Вот таким образом. И прострачиваем его здесь вот на пару миллиметров от края. Так. краешек эту резинку кончик отрезаем подравниваем и продеваем дальше можно пока мы до конца не провели так вот сложить нашу резиночку нашу полосочку и отмерить серединку сразу потом легче надеваем нашу резиночку до конца вытаскиваем булавку и прострачиваем таким же образом располагаем по серединке я забыла сказать что длина резинки у меня 60 сантиметров можно взять немного больше если вы хотите чтобы резинка была потуже теперь вот так аккуратненько разравниваем нашу резиночку и аккуратно там где мы замечали также выравниваем резиночку внутри чтобы она была посередине и закалываем булавкой таким вот образом теперь прострачиваем резиночку делаем небольшую закрепку натягиваем нашу резинку растрачиваем по серединке растрачиваем Аккуратно доходим до булавочки, вынимаем ее и растягиваем уже другой конец. Теперь складываем изнанкой наверх, разравниваем. Так вот накладываем на 0,7 см, как вам удобно, можно на полсантиметра, друг на дружку и прострачиваем вот здесь. И теперь аккуратненько вот этот вот край подворачиваем, вот так вот вовнутрь. И прострачиваем здесь по краешку. Продолжение следует... Вот такая у нас получилась резинка. С изнаночной стороны у нас получается две строчки, с наружной одна строчка. Можно по желанию проложить и здесь тоже строчку дополнительно. Поворачиваем на лицевую сторону и можно собирать наш бантик. Складываем нашу подушечку гармошкой. Ветерку. И вот таким образом разравниваем, чтобы у нас бантик наш был ровненький. Вот такой бантик получился. Можно собирать конвертик. Берем одеялко. Берем одеялко. Складываем, чтобы наша молния не была возле лица малыша. И аккуратненько заворачиваем. Конвертик. И закрепляем нашим бантиком. Вот такой у нас конверт одеяла получился. Очень удобный, практичный. Бантик можно использовать как подушечку. И удобная наша одеялко. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!